Это конференция юных любителей природы, региональный этап ежегодного Всероссийского экологического фестиваля «Древо жизни». Открытия начали с награждения победителей конкурса фотографий, плакатов и рисунков, посвященных особо охраняемым природным территориям Владимирской области. Михаил Ларин получил диплом за лучшую фотографию. Ученик 10-й школы Владимира вместе с родителями запечатлел судогодский гейзер. Природный фонтан поразил школьника чистотой льда и радугой, играющей в брызгах воды. О красоте, которая рядом, Миша решил рассказать окружающим. Чтобы другие увидели эту красоту, потому что многие не знают этой красоты мира нашего. Там так красиво было, что две ледяные стены, на них снег. И это так красиво выглядит. С одной стороны там просто стена, и из-за нее выливалась немножко воды. Чтобы принять участие в конкурсе, дети рисовали, фотографировали и писали эссе о растениях и животных из Красной книги Владимирской области и памятниках природы родного края. На конкурс прислали больше семи сотен работ. И в каждой, говорят члены жюри, искренняя детская любовь к природе. Есть такие плакаты, которые настолько призывают к сохранению природных ресурсов, к сохранению краснокнижных видов животных и растений, что на самом деле эти плакаты можно было бы тиражировать, размещать в каких-то общественных местах для того, чтобы те же самые взрослые видели, какое отношение детей к этой проблеме. Свои экологические доклады к нынешней конференции подготовили 17 участников из всех районов области. Андрей Котлеров из Мурома летом изучал озеро Широхо в Меленковском районе. Оно считается самым чистым озером Владимирской области. В своем докладе Андрей предложил запретить въезд машин на берег водоема. Его исследование показало, что отдыхающие совсем не берегут уникальные природные места. Мусор встречается, кострищ очень тоже много. Хотя есть места для отдыха, их много, в принципе, там все обустроено. Но люди почему-то разжигают свои кострищи, делают все свое. И мы как раз, когда проходили вот этот маршрут, мы с собой брали пакет и собирали его. Весь мусор мелкий. Исследовательские работы участников конференции – это реальный вклад в сохранение природы. Во время исследований школьники делают настоящее открытие, которое потом помогает специалистам вписывать новые страницы в Красную книгу Владимирской области. Убеждаемся в том, что дети правильно определили то или иное растение, или нашли то или иное гнездовье птицы, редкой птицы, хищной, допустим. И это еще одна точка в нашей Красной книге. Это такая глушь, это такие дальние места, где не каждый человек может пробраться. А вот наши детки вместе со своими преподавателями, или даже с ответственными родителями, посещают такие места, находят и сообщают нам об этом. Победители региональной конференции будут представлять свои работы на Всероссийском экологическом фестивале в Москве, главным призом которого будет поездка в лагерь Артек.